Церковь впервые Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Мы с вами говорим о конфликте И наша задача, которая перед нами стоит на наших встречах Это понять какие-то базовые принципы бесконфликтного поведения Как вы считаете, это вообще возможно жить и быть бесконфликтным? Возможно ли? Возможно Конфликт это хорошо или плохо? Плохо всегда Участвовал ли Иисус в конфликтах? Был ли он в конфликтах? Ну как нет, а когда изгонял из храма этих подающих и так далее Это конфликт? Вообще Он с позиции силы просто действовал А в конфликте он не вступал Вокруг, помните, да, что он сам себе говорит, что я камень преткновения То есть, где появлялся Иисус? Там всегда конфликты Там появлялись конфликты Да То есть, но Был ли Иисус в конфликте? Не был Понимаете? Вот что удивительно Конфликты в некоторых случаях нужны Да, есть разница между конструктивным конфликтом Допустим, апостол Павел однажды прямо вступил в конфликт с Петром при всех Помните? Он сказал, я прямо при всех противоречил ему, чтобы истина Евангелия не исказилась Порой нам нужно Помните, Иисус сказал, что я меч принес Порой мы вынуждены вступать в конфронтацию с другими людьми, с беззакониями Но научиться это делать без конфликта Вот это искусство Понимаете? Как жить вот в этом мире И где порой нужны конфликты Смотрите, Иисус Кто-то привел пример о храме То есть, представьте себе эту картину Иисус сказал, ревность по дому Господню Меня съедает Съедает Причем первый день, когда он зашел в храм Он ничего не сделал Он просто осмотрел всю обстановку Ситуацию И когда он вернулся И увидел, что там происходит Ну, увидел это во всей красе Он уже тогда начал действовать То есть, конфликта, как такового, с самого начала не было Кстати, следующий вопрос Это первый раз Иисус в храм пришел? Или он с детства посещал храм? И он это видел с детства? Там всегда было Там это было всегда Так же? Но смотрите Чем? Если мы посмотрим на Иисуса Да, вокруг него Кто-то сказал, что Иисуса можно было любить Его можно было ненавидеть Но нельзя было оставаться равнодушным Вот равнодушных не было Кто-то любил Кто-то ненавидел Кто-то готов был умереть за него Кто-то хотел его убить Искрежетали зубами То есть, вокруг него всегда бурлилась жизнь И возникали конфликты Кто-то спасался через него Кто-то притыкался Камень Кто на него упадет, разобьется На кого он упадет, того раздавит То есть, встреча человека с Иисусом Всегда что-то радикально меняло в жизни человека В одну сторону или в другую Так же Но то, что мы знаем точно Иисус всегда был в мире У него не было этого конфликта внутри Кстати, интересно, как пророк Исаия Вы знаете, да? Пророк Исаия жил там за 700 лет До появления Мессии И пророчествовал в своей книге Помните, как он сказал о нем? Я зачитаю этот текст Исаия, 42 глава С 1 по 3 стих Вот отрок мой, которого я держу за руку Избранный мой К которому благоволит душа моя Это уточненный синодальный перевод 2012 год Положу дух мой на него И возвестит народам суд То есть, он Его задача прийти И принести суд Ребята, когда мы говорим о суде Это всегда конфликт Да? Потому что Реакция на Да, пожалуйста Пророк Исаия 42.1.3 Читаю синодальный текст Оригинальный Вот отрок мой, которого я держу за руку Избранный мой К которому благоволит душа моя Положу на него дух мой И возвестит народам суд Его задача Принести суд Но вот следующее Не возопиет Не возвысит своего голоса То есть, он не будет орать Мы не будем слышать ему громкого голоса То есть, он никому ничего не будет доказывать Так же? Трости надломленной не преломит И льна курящегося не угасит Будет судить по истине Не ослабеет И не изнеможет Доколе на земле Не утвердит суда То есть, не бросит На полпути начатое Он доведет дело до конца Беззаконие будет обличено Праведность будет возвышена То есть, Божий суд восторжествует Но сам Иисус при этом Не будет с пеной у рта Не будет с вот такими волосами Не будет с вот такими глазами Доказуя правду То есть, внутри него будет абсолютный шалом Да? И, знаете, вот когда мы смотрим на Иисуса В таком величии, в такой славе Как на Сына Божьего И Сына Человеческого Мы говорим, да Значит, если это получилось у Него Это может получиться у нас Сможем ли мы быть такими, как Он Во всей полноте? Не знаю Вот, допустим, Павел пишет Гневаясь, не согрешайте То есть, как будто бы Павел допускает Что будут ситуации Когда мы будем попадать в ситуации Когда мы раздражены Или даже гневаемся Библия говорит, что гнев Есть гнев Божий И он абсолютно свят И он праведен Гнев человеческий не творит Божьей правды И Павел говорит Когда вы гневаетесь, не согрешайте То есть, даже если вы Как будто бы он предполагает Что порой мы настолько слабы Что мы не можем удержать реакцию Но от поступка хотя бы себя можем удержать Вовремя Самолчать Да? И вот это мы будем пытаться понять Вот эти принципы Бесконфликтного поведения Насколько это возможно Но, как я уже говорил В конце нашей первой сессии Ребята, у нас это вообще Не паханное поле Я не говорю обо всех О каждом, допустим В этой группе Но, очень много нам придется Разбираться И менять свои жизни И Но это принесет нам огромную пользу И я рад, что если мне удастся Вас подтолкнуть в этом направлении Чтобы вы Больше попытались с этим Разобраться с этой проблемой Хорошо Принципы бесконфликтного поведения Что же такое конфликт? Для себя я это определил так И мне нравится это определение Предлагаю его вам Конфликт Это некомфортная И бесплодная Форма взаимоотношений Как вам такое определение? Бесплодная? Бесплодная Я прошу прощения Молодой человек с бородой Как зовут вас? Александр Александр, как Нормально мы на ты, да? Если будем Александр, как тебе это определение? Как ты его понимаешь? Ты согласен или нет? Некомфортная И бесплодная Форма взаимоотношений Как ты понимаешь его? Так и понимаю Скажи Бесполезная Общение, которое не приносит пользы И при этом еще и неприятная Некомфортная Так же? Нет, надо Тут еще, наверное, добавить Да, пожалуйста Не приносит Никакой пользы И ведет к греху То есть не просто Не приносит пользы А еще и вред Причиняет Да, вред Причиняет Да, пожалуйста Ну, не имеющая результата положительного Не приводящая к положительному результату А здесь не сказано о положительном Здесь вообще бесплодном Не, плод Ну, да, ну, хорошо Под словом плод Мы подразумевали что-то хорошее Но как мы уже Как бы если глубже чуть-чуть Это определение прояснять Что да По-любому От наших взаимоотношений Всегда есть какой-то результат Он либо положительный То есть мы сблизились Но если мы неправильно конфликтанули Неправильно это сделали Мы не сблизились Мы стали еще дальше друг от друга Так же? Поэтому это и больно Еще и бессмысленно То есть не принесло положительного результата Знаете, я хочу, чтобы это По крайней мере у меня и у вас Просто, как бы, знаете Как на скрижалях написалось Любая, любой конфликт Это неприятное И бессмысленное дело Потому что часто мы ввязываемся в конфликт Думая Будучи обманным Обманутым или обольщенным Что мы Вот все равно мы туда залезли Все равно мы полезли друг другу что-то доказывать Хотя чувствовали, что внутри не то И не так оно все Но мы все равно Шашки наголо И уже понимаем Что в конце концов Все равно все мы пострадаем И потом еще хуже будет Но все равно идем Потому что нам кажется Что все-таки Авось сработает Не сработает Потому что конфликт Это неприятная И бесполезная Форма взаимоотношений Между людьми Хотя я говорил Что мы не говорим Что любой конфликт Отрицательный Конфликт Вообще Что такое конфликт Само слово С латыни Это столкновение Столкновение Противоположностей Личности Личности Мнения Идеи Но это по-любому Столкновение Чего-то противоположного Как допустим Столкновение Двух автомобилей Это всегда авария Так же Но смотрите Ну допустим Нормально ли Что наше мнение Мое и Димона Столкнулись По поводу колонки Мы не обязаны Все ехать В одном направлении Так же Мы не обязаны Иметь абсолютно Одинаковые Если бы это была Воля Божья Мы просто были бы Созданы с одинаковой Матрицей Так же Но Бог создал нас Абсолютно разными Абсолютно разными И кстати Что интересно Даже вчера Как бы так Обратил внимание Помните В послании В книге Откровения Говорится что Бог даст нам Каждому новое имя Которого никто не знает Кроме того Кто получает То есть Мы будем оставаться Некой такой Тайной Да вот В Диме будет что-то Чего у меня нету И знает это только он В нем самом Всегда будет тайна Для меня Понимаете Что-то что Мы как бы Друг для друга Как бы тайной Остаемся Даже в вечности Мы будем оставаться Друг для друга Какой-то В хорошем смысле Загадкой В хорошем смысле Мы будем познавать Бога и друг друга Всегда Внутри нас будет Что-то раскрываться Новое Чего мы друг о друге Не знали И это хорошо Когда мы В какой-то мере Противоположны С разными взглядами Вкусами Мнениями Темпераментами И интересами Так же Эта жизнь делает Разнообразной Посмотрите Как Бог устроил мир Сколько оттенков Сколько звуков Так же Но это может быть Страшной какофонией С крежетом Или симфонией Симфония Это созвучие Так же Симфонео Кстати Это слово Симфонео Используется Там где говорится Что если двое Или трое Согласятся просить Там есть слово Симфонео Открывая поисковое Слово симфония Созвучие А гармония Ну гармония Это немножко другое Наверное понятие Ну гармония Тоже применима Я думаю В этом случае Мне кажется Это симфония Но нет Я думаю Что Ну они похожи Но это Наверное гармония Больше музыкальный термин Если симфония Это просто созвучие То гармония Это что-то связано С музыкой Скорее всего больше По этой причине Разница во мнениях Должна быть И она Это нормально И мы должны Делиться Друг с другом Пускай Эти мнения Сталкиваются Мы о двух вещах Помните В старой Анекдот Два еврея Три мнения Так же То есть И в этом Нет ничего плохого Это не должно Быть поводом Для конфликта Так же Потом мы с вами Говорили о причинах Конфликта И мы с вами Увидели То что Причина конфликта Неважно какая Причиной конфликта Может быть Что угодно Что ты на меня смотришь А ты что на меня Не смотришь Так же Почему здесь Так много света Или мало света Погода плохая Дали много денег Боюсь Что мне с ними делать Дали мало Не знаю Что мне делать Без них Так же То есть Причиной конфликта Может быть Что угодно При определенном Условии Если внутри человека Есть почва Для вступления В конфликт Так же То есть На конфликт Часто нас провоцирует Что-то внешнее Но не всегда Внешние обстоятельства И как бы Внутренняя готовность Это основа для конфликта Потому что ты на него Отреагировал Тебя зацепило Это Так же То есть Что-то Что-то сработало Внутри тебя Так же Но конфликт Может быть Спровоцирован Снаружи Но всегда Это твоя Собственная Внутренняя На него реакция Плохой характер Плохой характер Тоже откуда-то Взялся Так же Как-то Сформировался Путем Наслоения Всех этих Реакций И прочего Кстати Мы о характере Тоже поговорим Немножко позже Ввиду Темпераментов Потому что Темпераменты у нас Разные И люди с разным Темпераментом По-разному Реагируют И могут Скажем Быть конфликтными В разных ситуациях И нам надо тоже Это учитывать Так вот Кстати Насчет Насчет причины Для конфликта Кто-то помнит Такой старый анекдот Когда Один интеллигентный Мужчина Ходил на работу Через подворотню Где его постоянно Поджидал Один пьяница Такой злой И спрашивал Почему ты в шляпе Не помните Не знаете Это старый Старый анекдот Ну Мужчина интеллигентный Идет на работу Допустим В Одессе В какой-то подворотне И его там Поджидает местный Хулиган И спрашивает Он тот интеллигентный Хороший мужчина Он подходит И говорит А ты чего в шляпе И его шарах И так продолжалось Несколько дней Ну мужчина уже подумал Да бог с ней С этой шляпой Из-за нее Мне постоянно влетает Решил оставить Шляпу дома Выходит Стоит этот В подворотне Проходит А ты чего без шляпы Понимаете Проблема не в этом человеке В шляпе он Или без Проблема в том Человеке У которого внутри Есть злоба Так же Есть что-то негативное Что-то злое Что ему просто нужно Выплеснуть куда-то На кого-то И ему подвернулся Этот интеллигентный человек На которого он Пытался это сделать То есть причиной конфликта Может быть что угодно Истинную причину конфликта Нужно искать Не снаружи человека А внутри него Ну и мы с вами говорили Что 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 такое конфликт Были разные варианты Допустим для себя Я мог отметить Это разность мнений Что часто мы говорим Ну У нас конфликт Потому что у нас разные мнения Не согласен Разность мнений Не является Основанием для конфликта Даже столкновение Этих мнений Когда мы высказываем Эти мнения противоположно Друг другу Пытаясь убедить То есть наши мнения Столкнулись Ты понимаешь Этот текст так Я его понимаю так А придет православный И скажет по-другому Так же То есть мы можем По-разному что-то понимать Но Это не значит Что между нами Должны быть конфликты Есть еще такой взгляд Как отсутствие компромисса Кто-то говорил Когда человек не хочет уступать Считает Что только он прав Ну и нормально Мы с Димой говорили Сейчас о колонке В итоге Дима говорит Ты знаешь Я все-таки думаю Что мне она не нравится Я говорю Ну ты свободна Умешь право выбора Я тебе сказал Свое мнение Как эксперт Что она достаточно хорошая Стоит своих денег То есть Никто из нас Не прогнулся Никто не уступил Так же Я остался при своем мнении Дима остался при своем Но мы не поссорились Да У нас было противостояние Мы час друг другу доказывали Противоположные вещи Но не поругались Обнялись Поцеловались А зашлись по домам Так же Мы увидели Что конфликт зарождается там Где внутри человека Появляется негативная эмоция Негативная реакция То есть конфликт Конфликтной ситуация Становится тогда Когда в ней Появляется негативная Эмоциональная Как бы включенность То есть включилась Включился какой-то Негативный эмоциональный процесс Обида Гордость Стыд Страх Так же Чувства Что на меня наезжают Меня опять хотят Унизить Так же Вот когда оно включается Что-то негативное Вот в этот момент Разговор приобретает Негативную окраску Ребята Эти процессы Внутри нас Происходят По сто раз на день Некоторые мы даже Не можем отфильтровать Мы просто чувствуем Что наше сердце Раз и испортилось Только что мы улыбались А тут уже мы И грубо говоря Извините Дышим ядом Понимаете Что-то внутри нас Но это процесс Он произошел Я на это отреагировал Так же Вот понять бы Отфильтровать Увидеть Как реагировал Почему Почему Мое настроение Испортилось Да Почему я так был рад Видеть Диму И мы пришли на домашнюю группу Потом начался этот разговор О пяти хлебах И двух рыбках И мы поругались С Димой И я ушел Расстроенный Да Как это могло Как это могло Произойти Как это могло Произойти Но это же Произошло Так же Это же Случилось Это же Как-то Сработало Помните Библия говорит Что сердце человека Глубокие воды Глубокие Некоторые вещи Происходят настолько На уровне подсознания Что мы не понимаем Как оно там меняется Но мудрый человек Он вычерпывает Нельзя сразу взять сердце И поднять наружу Ты как бы вычерпываешь По маленькому ведерку Пытаясь заглянуть В эти процессы Понять Свои собственные реакции Свою собственную вовлеченность Почему меня так это огорчило Да Почему я так отреагировал Вот с этим мы будем пытаться Разобраться То есть В основе конфликта Лежит негативное чувство Раздраженность Гнев Обида Горечь Чувство оскорбленности Уязвленная гордость Что угодно То есть Это можно перечислять Бесконечно Не хватит стен Чтобы этим всем записать Но мы это назовем одним Негативным Или злым Чувством Уже смотрите Подчеркиваю Это что-то связанное С эмоцией Это именно Негативная эмоция Понимаете меня Обида То есть понятно Что эту эмоцию вызывает Мы это понимаем Психологи не понимают Что за этой эмоцией Она не просто так появилась Ее провоцирует Некая другая личность Мы понимаем Это мог быть бес Это может быть ветхая природа Воспитанная В традициях Не божьих Это ее реакция То есть это она провоцирует Но это всегда эмоция Мне стало так обидно Я почувствовал Себя ненужным Понимаете То есть это всегда связано Что-то с эмоцией Вот когда эта негативная эмоция Появилась Все она внутри тебя Раскрылась Ты ощутил ее вкус И если ты в этот момент Неправильно отреагировал Принял ее Или позволил ей Все ты начинаешь Вовлекаться в конфликт Он останется Либо внутренним То есть ты уже Зарядился неправильно Я обиделся на Диму Дима обиделся на меня Мы конечно не поругались Но уже между нами Напряг возник Раз возник Два возник Три Если я не разобрался Так же А потом в итоге Допустим Александр Саша что-то заговорил И я взорвался Да меня вообще тут никто не любит Да я вообще тут пустое место Да я тут вообще никому не нужен И Саша смотрит на меня Говорит Эдвин Что с тобой Да я знаю Вы все здесь лицемеры Откуда это Потому что оно накапливалось Так же Накладывалось 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 И потом выстрелило Причем попасть Может под раздачу Кто угодно Ох ты Тут снимает Скрытая камера Ну Тебя увидят С затылка Виктор Проходи Проходи Помнишь В прошлый раз Когда я был Мы с тобой говорили О конфликте Я сказал Что очень интересная тема И может быть Как-то Бог даст Что-то Как-то что-то сделать В этом направлении Вот мы сейчас Это и делаем Да Так что То есть проблема конфликта Не во внешнем раздражителе А во внутренней На него реакции Когда мы Внутри Так скажем Условно Испортились Что-то внутри нас Ломалось Чаще всего Мы обвиняем Кого-то Мы говорим Да это ты Меня испортил Настроение Да это ты На самом деле Неправда Надо брать на себя Ответственность За свое собственное Сердце Так же Почему Библия говорит Храни свое сердце Так же То есть это такой Детерминизм Особенно распространенный Даже в христианстве Когда мы берем Ответственность И перекладываем На кого-то Или такая у меня Судьба Или характер у меня Такой Неправда Каждый раз Когда ты реагируешь Неправильно Ты так отреагировал Так же Да Кто-то спровоцировал Кстати Недавно смотрел ролик Где-то в фейсбуке Или что-то выложил Может быть видели Называется Не ведись на козла-провокатора Никто не видел Когда сидит собака Ты видел Да Какая собака Порода собаки Испаниэль Или что-то такое Ну в общем собака сидит Терьер Да Спокойно так сидит И сзади ее козел Подходит Реальный козел Ну козел Животное Да Черный такой И он его кусает Покусывают за Ну за спину Так На него А этот сидит Вообще Просто стена И такая На тебе Не ведись на козла-провокатора Но если ты Огрызнулся Ты повелся И это твоя ошибка Да Как мы здесь говорили Проблема конфликта Не во внешнем Раздражителе Или не только Во внешнем Раздражителе Проблема конфликта Во внутренней На него Реакции И конфликт Проявляется Там Где есть Внешние Условия И внутренняя Готовность То есть Человек Готов Конфликтовать То есть Он Настроен На конфликт Вы знаете Таких людей Что вы Понимаете Его Лучше не трогать Взрывается Мгновенно То есть Человек Настроен На конфликт С ним Надо быть Поаккуратней С этим Можно Пошутить Можно Что-то Сказать Можно Сказать Даже Что-то Просто Ляпнуть Так Не Взначай Ничего Нормально А с этим Нельзя Вы знаете Такие люди Они Как будто Уже Полностью Заряженные У них Все пушки Только Чиркни Спичкой То есть Как мы Говорили Конфликт Проявляется Там Где есть Внешние Условия И Внутренняя Готовность Что Делает Человека Вот таким Внутренне Готовым Конфликту Какое Это Состояние Что Человека Только Троня Он Все Пошел Уже В атаку Что Это Какое Это Состояние Должно Быть У человека Значит Что Мы Видим Что Вот этот Человек Он Уже Как бы Внутренне Готов Он Гневливый Потому Что Он Как бы Предрасположен К такой Реакции Так же Он Готов К такой Реакции Не Дружись Внутренне Конфлик Наверное С самим С собой То есть Это Человек У которого Нету Мира С самим С собой Во-первых Еще Что То есть Человек Внутренне Огорченный Да Обиженный Это Ждожно Куда То Выходить Недоверчивый Задавливает Свои Эмоции Они Не Проявляют Но Это Не Значит Что У Него Их Нету Так же Он Их Просто Не Выпускает Да Но Мы Видим Что Они У Него Есть И Он Знает Что Они У Него Есть Они Просто Дожидаются Крайней Точки Чтобы Выстрелить Так же И Бывает Просто Попадается Попадается Вам Повезло Вы Тысячный И Вы Полосите Все Бонусы Накопленные Вам Достанется Все Что Было Накоплено От Всех Как я приводил Пример С Александром Что Я Его Обвинил Что Меня Никто Не Любит И Никому Я Не Нужен Александр Вообще Первый Раз Может Быть Меня Видит Или Просто Что Сказал Привет Мне Да Я знаю От этих Все Привет Понимаете Что То есть Внутри Человека Что Делает Его Предрасположенным Мы Говорили О Чувстве Горечи Сердце Наполнено Горечью Человек Живет Состояние Постоянной Обиды Какой То Слабый Человек Естественно Состояние Отверженности Хорошо Как бы мы Чтобы это Все суммировать Все Вот эти Состояния Как бы мы Это Охарактеризовали Состояние Человека Знаете Такое Ты просто Ты просто Боишься Его тронуть Потому Что У него Внутри Такой Ужасный Ужасный Напряг Да Вот Такое Состояние Внутреннего Напряжения Знаете Как вулкан Да Я в свое Время Тоже Изучала Эмоции И Там Была Такая Мысль Которая Мне Понравилась Многие Христиане Они Не Выражают Эмоции И Они Это Носят В себе Они Пытаются Собственной Ни Удержать Это Внутри И Потом Приходит Этот Тысячный Счастливчик Который Получает Это Все Потому Что Оно Вылезло Сквозь Пальцы И На самом Деле Человеку Нужно Научиться Правильно Выражать Свои Эмоции Да Согласен Абсолютно И Эмоции Могут Быть Поврежденными Каких-то Жизненных Ситуаций И Мы Здесь Должны Быть Снисходительны Друг Ко Друг Понимая Ну Человек Просто Спустил Пар Ну Ничего Страшного Смотрите Смотрите То Что Я хочу Ваше Обратить Внимание Вот Человек Оксана Говорила О человеке Который Как Б Вот Он Накапливает 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 Да Вот У него Это Все Внутри Накапливается Он Это Никуда Не Девает Оно Просто У него Накапливается И Рано Или Поздно Это Приводит К Такому Состоянию Внутреннего Напряжения Ну Я Мне Проще Всего Это Назвать Когда Человек Живет В Состоянии Постоянного Внутреннего Напряга Там Не Получилось Там Не Поняли Там Это И Оно У него Появляется Появляется В итоге Он Стоится Таким Знаете У него Как-то Легкости Нет Внутри Нет Нет У этого Мира Нет У этого Шолома У него Все Какое-то Напряженное Лицо Напряженное Эмоции Напряженные Все Такое Как бы В таком Напряге Человек Живет Как Пружина Пружину Сжали Знаете Вот это Состояние О котором Говорил Оксана И Многие Из вас Негативное Человек Жж Верующий Он же Понимает Что Это Неправильно Это Знаете Как будто Взять Стальную Пружину И Взжать В себе И Держать Ну Держишь Ты Ну Держишь Но Она Стальная А мышцы У тебя Не стальные Так же И уже Твои Ручки Дрожат И уже У тебя Все И ты Понимаешь Что Это Неправильно Но Куда Это Деть Так же Этот Напряг Внутри Меня Есть И Потом Что-то Происходит Последний Катализатор И Оно Просто Выстреливает Проблема В том Что Делать С тем Чтобы Как мне жить Так Чтобы Не накапливать Этот напряг Потому что Если я его Накапливаю Оно Выстрелит По-любому Выстрелит В церкви Выстрелит В семье Выстрелит На работе Выстрелит По Богу Извините В обидах В огорченности Так же В разочаровании Выстрелит По людям Но Это все Плохо Так же Но Если оно Есть И накапливается Куда Мне Это Деть Вот Как бы Жить Так Излить Своё сердце Перед Богом Ну Естественно Смириться Перед Обстоятельствами Смиряться Перед Другом Есть Разные Способы Решения Расти В плоды Любви Ребята Я хочу Вам Предложить Модель Как Вообще Не накапливать Этот напряг Как Вообще Не быть Напряженным Возможно Лишь Чтобы Мы Вообще Не Были Напряжен И Если Человек Не Напряжен Он Расслаблен Внутри При Всех Внешних Раздражителях У него Нету Внутренней Готовности Он Не Реагирует Потому Что Он В мире Так Ж У него Все У него Нормально У него Нету Этого Напряга Так Ж И Чтобы Ты Как Б Как Б Этот Козел Не Кусал Этого Пса Пес Сидит Спокойно Он Выше Всего Этого Так Ж Он Не Ведется На провокации Почему Потому Что У него Нормальное Состояние Внутри Как Как Избегать Вот Этой Ситуации Чтобы Мы Не Ходили И Не Жили В Постоянном Напряге Нужно Разобраться Что Нас Напрягает Что Делает Человека Напряженным Откуда Оно Появляется Как Этот Напряг Накапливается Что У нас По Времене У нас Подскажи Пожалуйста Валик У нас У нас Три Часа У нас Еще будет Один Час Хорошо У нас Пять минут До перерыва Остался Десять Да Хорошо Кто Переживал Однажды Вот Вы Глядя на себя Может быть Или на кого-то Вы видели Что человек Уже На грани Срыва Вот Этот Напряг До покаяния Ребята Я верующий Уже Больше Двадцати Лет И Я только Сейчас Начал Замечать Что У меня Проблемы Что Я Постоянно В напряге Постоянно В напряге Я просто Раньше Этого Не Видел Знаете Ты Как Живешь Доживешь Себе Просто Сидеешь Что-то Раньше Еще Что-то Просто Привык Заучился Последний Год Особенно Я начал Это Очень Ярко Видеть Слава Богу Что Это Время Пришло Разбираться С этим То есть Это Можно Никому Не Показывать Никто Этого Может Не Видеть Но Ты Знаешь Что Оно Там Есть Это Напряжение Есть И Ты Хочешь От Него Избавиться Потому Что Ты Понимаешь Ни К чему Хорошему Это Тебя Не Приведет Пожалуйста Ты Хотела Сказать Что-то В жизни Была Ситуация Когда Кошка Дома Родила Котят И Тон Я сбила Машину И Вот Они Кричали Час Два Три Я Это Слушала Ожидая И Я Поняла Что Эмоции Настолько Захлестывали Что Пошли Реакции Что Я Уже К Котятам Пришла С претензиями И Я Просто Понимаю Что Бывают Такие Ситуации Когда Внешние Раздражители Настолько Сильно Действуют На Человека Что Человек Уже На самом Деле Не Может Есть Предел Да Есть Предел Наших Человеческих Возможностей Конечно Хорошо Еще Какие Примеры У кого Были Не На Камеру Я Понял Просто Хотелось Быть Чтобы Вы Как То Как То Чтобы Было Яснее Что Это За Напряжение У меня Сегодня Было Выпресс Потому Что Каплив Каждый День Каплив Все Увалилось Все С Рук И Дель Перед нами Продолжение Может Ничего Не Вы На Работе Очень Непросто Существовать С верующими Людей Это Всегда Конфер Ну То Это Просто Это Не Избежитие Тут С верующими Попробуй Выжить Самое Сложное Самое Сложное Приведите Пожалуйста Ваш Пемьер Я Так Просто Да Пожалуйста Лишь Пожалуйста Смотрим Тысячные Уже Началось Вот Да Пожалуйста Это Есть Придем Когда Человек Может Себя В руках Держать Внутри А Потом Бывает Такой Момент Когда Уже Сами Начинают Руки Сжиматься Кулаки То есть Смотрите Что происходит Когда Есть Раздражитель Мы По-любому На него Реагируем Мы Не Можем Не Реагировать Мы Реагируем На Все Окружающее Нас Мы Так Созданы Да То есть Мы На Все Реагируем Если Я Реагирую На Раздражитель Неправильно Даже Будучи Верующим Человеком Даже Зная Вот Здесь Что Я Не Должен Так Реагировать Я Должен Любить Должен Прощать И Мы Все Это Знаем Но Если Мои Реакции Внутренние Неправильные Да Одна Две Три Четыре Пять Постепенно Внутри Меня Начинает Расти Напряжение Которое Достигает Определенной Точки Где Я Взрываюсь И Тогда Уже Человек Как бы Находится Грубо говоря В таком Состоянии Аффекта Да То есть Понять Эмоции Настолько Зашкаливают Его Делать Неадекватные Вещи Понятно Что Слава богу Мы Никого Не ударим Не прочее Не прочее Не будем Надеюсь Ругаться Матом Или прочее Еще Тоже Не на камеру Но можем Наговорить Культурных Вещей Понятите Ну смотрите Получается Что Эмоциональное Состояние Настолько Накопилось Что Когда Оно Выплеснуло Оно Нас На какое-то Время Как бы Лишило Может быть Не сделало Нас Сумасшедшими Но мы потеряли Рассудок Мы потеряли Контроль Так же Потеряли контроль Над ситуацией Потеряли контроль Над состоянием То есть Все Вырвалось И на вот это время Ты как бы Вроде Как В плохом смысле слова Потерял контроль Потерялся Потерялся Да Пожалуйста А что это Вот У меня такая Реакция Бывает Очень часто Когда человек Начинает Злиться А у меня Появляется Радость И меня Это Смешается Это Это То Чем Говорится Не будь Побежден Злом Но побеждай Зло Добром То есть Ваше сознание Да я вижу Ваше сознание Начинает Вырабатывать Такой антиген Против этого Так же То есть И ну В некоторых случаях Вы сами знаете Что бывает Момент Именно Кризиса Люди Начинают Вести себя Неадекватно То есть Это Организм Пытается В хорошем смысле Подбуждаем Духом Святым Вырабатывать Защитную Такую реакцию Да Пожалуйста Я просто Подтверждение Ваших слов Что человек Теряет Самоконтроль Мама моя Должна была Мне подать Чашку для чая И она Разговаривала По телефону И начала Ругаться С моим братом И в этот момент Она мне поставила Литровую кружку Металлическую И потом Выключила телефон И говорит А Чего это Ты поставила Пить чай Литровой кружкой Я говорю Мама Я даже не вставала Это ты мне поставила Нет Я этого сделать не могу Вообще Сознание отключилось Получается Да Смотрите Когда человек Вошел в это состояние Раздраженности Такой Что его уже Зашкаливало Он стал Просто Глупым человеком Какой мы из этого Можем сделать вывод Всякий раз Когда я неправильно Реагирую Я сам себе говорю Ты просто Ну не знаю Какое подобрать Такое слово Чтобы не использовать Слово дурак Или что то еще Ну ты глупец Вот так вот То есть всякая моя Реакция На провокацию Сразу внутри меня Должна отмечаться Что я глупый человек Если я так реагирую Потому что в конце концов Этой глупости Накопится столько Что у меня вообще Мозги отключатся И я могу наделать Гадости Так же Что-то сказать не то Да Вы понимаете Это значит Что этой глупости Стало Ну очень уже много Получается Что каждая Моя неправильная реакция Связанная С огорчением Раздраженностью Если я принимаю это Это просто Маленькая глупость Знаете Вот сразу себе Так сказать Если я вдруг Почувствовал Вот эту горечь И я на нее повелся Я глупец Знаете Вот ловить себя сразу Я глупец Потому что Очень часто Мы начинаем себя оправдывать Ну как Ну вот Ну это А если я не скажу А если это Как бы мы начинаем Оправдывать это состояние Знаете Выдавая его За нечто мудрое Почему Иаков и писал Ребята Не течет Из одного источника И горько И сладкая вода Если вы Между собой Имеете Горькую зависть И распри Буквально споры Это не мудрость Сходящая свыше Потому что Некоторые Пытались Придать Вот этому состоянию Оправдать это Как нечто духовное Понимаете Если это приводит Меня к раздражению Если это приводит Меня к огорченности Это сто процентов Глупость И не надо ее Оправдывать И не надо ее Как-то пытаться Приукрасить Вот если мы научимся Вот так сразу реагировать Что это глупость Потому что Если я это Принял вот так Вот да И позволил Этого мне растет И приводит Меня вообще К безумию Понимаете То есть Мудрость Безумия не рождает Если родилось Безумие Значит оно Безумием И родилось И как бы И зачалось Так же Если это меня Привело К вот этому Всему Знаете У меня были Семья Прекрасный инструмент По формированию Наших характеров Знаете Я Человек достаточно Трудный Вообще Я так Думаю о себе Мне досталась Прекрасная жена Я не знаю Насколько бы моя Жизнь была Сложнее Если бы у меня Была другая жена Но Бог мне подарил Просто прекрасную жену Но в любом случае В жизни Происходят Некоторые вещи Когда Мы друг об друга Где-то Тремся Что-то еще Слава Богу Алиса здесь У нас Никогда не было Скандалов Или громких ссор Но были ситуации Где мы пытались Выяснять отношения И всегда я был Инициатором Как я для себя представлял Ну надо разобраться Я не тот человек То есть я стараюсь Не быть человеком Который смалчивает Я понимаю Что это не выход Потому что внутри Оно все равно остается Я стараюсь Как бы поговорить Но порой Мои желания Разобраться Превращались В разборки Знаете Я вот говорю с женой Я говорю Я вроде по писанию Все Знаете Как в старом анекдоте Я пью-пью А мне все хуже И хуже Я говорю И вроде все правильно Говорю Но моя жена От меня все дальше И дальше И дальше Я же это чувствую И тогда у меня возникает Мысль Так что-то здесь Не стыкуется Я говорю Вроде правильное Оно должно Приносить мир И решать проблему А на самом деле Сносятся еще хуже И хуже Значит Я говорю Неправильное Вещь Помните По плодам Узнаете их Если это приносит Еще больший раздор Тогда я понимаю Что значит Как бы я это Не оправдывал По писанию Как бы я это Не обосновывал Я смотрю Тогда в свое сердце И понимаю Да я реально Огорчен Я обижен Или я огорчен Я расстроен Так же А когда я В таком состоянии То с меня Течет эта горечь Как бы я С какими бы Синодальными словами Я ее не цитировал Понимаете Если она горечь Она горечь Даже извините Если я использую Библейские Синодальные слова То есть вот И вот понимание Вот этих вещей Как бы я когда понимаю Что все Меня уже понесло Я уже понимаю Что допустим Меня задело Я начинаю что-то Говорить Говорить все правильно Вроде по писанию Но если Состояние мое Ухудшается И состояние моей жены Ухудшается Значит я что-то делаю Неправильно Значит мне нужно что Тормознуться И искать другие Альтернативные пути Значит я что-то делаю Не так Время остановиться И подумать Как по-другому Эту ситуацию Можно разрулить Хорошо у нас перерыв Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok